Всем привет! Меня зовут Павел Горшанов, это мой блог о красноярском спорте. Сокол завершил выездную серию поражением в Саратове. В гостях мы играли с местным кристаллом. Налет крылатые выходили в статусе фаворита, потому что до этого саратовцы не выиграли в восьми матчах подряд, обосновавшись в подвале турнирной таблицы. Но в этот раз игра пошла по-другому. Что? Хозяева открыли счет в первом периоде и стабильно наращивали преимущества. Третьему на табло были удручающие 5-1. Сокол попытался вернуться в игру, но закончить хотя бы в ничью не получилось. Итоговый счет 5-4. Красноярцы идут на 16-м месте в турнирной таблице. Хоккейный Енисей в пух и прах разнес Ульяновскую Волгу. В прошлом сезоне мы дважды встречались с этой командой и оба раза терпели поражение. Учитывая кадровые проблемы в рядах Енисея, эта игра могла бы стать очередной неудачей для красноярцев. Но все получилось наоборот. Уже к концу первого тайма счет был 7-2 в нашу пользу. Красота-то какая! Лепота! Во втором тайме наша команда забила еще 5 мячей. Соперники подобраться к нашим воротам не смогли. Итоговый счет 12-2. Енисей идет на 4-м месте в хоккейном хит-параде. Баскетбольный Енисея взял убедительный реванш у Самары. В прошлый раз мы проиграли им с разницей в 20 очков. Разочарование от того результата было усилено тем фактом, что в межсезонье из Енисея как раз таки в Самару перешел тренер Дражин Анзулович, захвативший с собой несколько игроков, включая капитана. В этой игре победа была за нами со счетом 103-82. Два интересных факта. Красноярцы по-прежнему остаются единственной командой в лиге, которая не проигрывает на своем паркете. А 100 очков за игру на выезде Енисей набирал 4 года назад. Енисей в гостях обыграл команду «Нефтехимик». Встреча получилась крайне напряженной. Для определения победителя соперникам пришлось сыграть 5 партий. Но на тайбрейке сильнее оказались красноярцы. В итоге 3-2. И немного заглянем в спортивное будущее. В эти минуты хоккейный Енисей играет с командой «Старт» из Нижнего Новгорода. В среду у баскетболистов будет очень интересная игра. Наша команда встречается с клубом ЦСКА, который сейчас возглавляет турнирную таблицу. Игра обещает быть очень интересной. Но и в этот же день хоккейный «Сокол» играет с Норильском. Так что можно прийти и поддержать наши команды. На этом у меня все. С вами был Павел Горшанов. Следите за новостями. Занимайтесь спортом. Пока.